Кому отдых, а кому работа. Июнь – традиционный месяц старта летней кампании. В первой смене детей принимают 4 санаторно-оздоровительных и 10 загородных лагерей. Отдыхают около 2000 ребят. Прежде чем разрешить им этот отдых, лагеря должны принять межведомственная комиссия. В ней сотрудники департаментов, Росгвардии, Роспотребнадзора, МЧС и общественники. Своё «да» должны сказать все. Лагерь «Ламы» принят без особых нареканий. Для нас очень важны вопросы безопасности, вопросы полноценного качественного питания детей. Но мы ещё и не забываем о том, что для ребят всё-таки самим важным остаётся увлекательный, интересный, запоминающийся отдых. Поэтому мы тоже традиционно из года в год организуем различные тематические смены в лагерях. Это и экологические, и военно-патриотические, и туристические. Были ряд замечаний со стороны представителей МЧС, но они все были вовремя устранены. И, собственно говоря, летняя кампания стартовала вовремя. Сложно сказать, что не проверяют. Смотрят периметр, заборы, помещения. Есть ли медицинский кабинет, соответствует ли у персонала квалификация. Проверяют, не замёрзнут ли дети, если будет холодно, и не перегреются ли при жаре. К столовой ещё ряд требований. Меню должно соответствовать нормам калорийности. В продуктах питания не должно быть Е, ГМО и пальмовых масел. В ламах, например, пятиразовое питание. Савтрак сегодня был копчёная колбаса, шоколадное масло, сыр, каша манная, чай. Вот сейчас обед у нас идёт, это самое, борщ, рис с овощами. То есть там не просто рис, а там зелёный горошек, кукуруза и рыба красная в маринаде. Вот. На полник у них будет чай, ну и что-то невкусненькое там, печенье, ещё что-нибудь. Досуг детей тоже тщательно проверяют. Все развлекательные программы согласовывают, рецензируют в департаменте образования. Фишка последних лет – профильные смены. Это в ламах кинематографическая. Все 300 детей из Волок до Ивановой Москвы постигают азы телемастерства. Чем заняты дети, должны знать родители. Это тоже негласное правило. Здесь по периметру камеры. Можно посмотреть, во что одет ребёнок, не мёрзнет ли или не скучает. Мы хотели, чтобы родители видели, чем мы занимаемся. Мы установили здесь Wi-Fi, камеры и все мероприятия, которые сейчас проходят, выйдя на наш сайт, можно увидеть всё в онлайне. С каждым годом, конечно же, всё больше и больше требований к лагерям. Не знаю, насколько это правильно. Вообще, считаю, что моя личная ответственность должна быть в первую очередь за тех детей, за тот коллектив, который здесь работает. Поэтому я не знаю, насколько эффективны это проверки. Офицеров Росгвардии больше всего волнует вопрос безопасности, антитеррористической защищённости. Внимательно осматривают периметр и тщательно проверяют сотрудников охраны лагерей. Безопасность отдыхающих, ответственность каждого, кто здесь трудится. Ежедневно проводятся инструктажи по обеспечению антитеррористической защищённости. Также до сотрудников охраны доводится при проверке инструктажи по антитеррористической защищённости на объектах внутропропускных. Все загородные оздоровительные лагеря приняты и приступили к работе. Но проверки, плановые и внезапные, будут проходить и в течение всех смен. В 2018-м из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей направлено 208 миллионов рублей. На эти деньги отдохнут 52 тысячи ребят. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.